Пятидневный визит армянских журналистов, знакомство социально-экономической ситуации в регионах Грузии, политика правительственных структур, культурная программа и оригинальные сюрпризы. Как прошел последний день пребывания журналистов из Армении в Грузии в репортаже наших корреспондентов. Последний день пребывания армянских журналистов в Грузии оказался самым насыщенным и впечатлительным. Сотрудники масс-медиа соседней Армении встретили заместителя министра иностранных дел Грузии Александром Налбандовым. Журналисты из Еревана интересовались вопросом армянских церквей в Грузии, темой положения армянских школ и системой образования в регионе Самцхаджавахетия, а также социально-экономическими реформами региона в целом. То, как были сформулированы сами вопросы, которые задавали, позволяет создать представление о том, что знают о Грузии в Армении, что интересует Армению применительно к Грузии, и какие стереотипы существуют, иногда не всегда позитивные, в нашем соседнем и дружественном государстве. Встреча реально была интересной, поскольку замминистра иностранных дел Грузии по многим вопросам дал такие объяснения, которые не часто даются журналистам, детальные и с дипломатическими такими нюансами. После большой политики журналисты из Армении окунулись в мир реформ Министерства внутренних дел страны. Замминистра Экас Гуладзе рассказал армянским гостям о работе ведомства, пройденных еще предстоящих реформах, о планах и шагах в кадровой политике Министерства. Гости из Еревана могли в формате непринужденного диалога узнать из-за министра внутренних дел о деталях и статистике реформ, произошедших в Грузии за последние пять лет. Взгляд совне, то есть мы субъективны в оценке своей реформы, конечно же, нам она нравится, мы очень горды и так далее, и так далее. Так что всегда интересно послушать, что думают гости нашей страны, особенно журналисты, у которых всегда поликритический взгляд на вещи. И я очень рада, что кое-что им понравилось, кое-что их заинтересовало, и я надеюсь, что они вернутся. Министра нас очень приятно удивила, замминистра очень приятно удивила. Она вообще очень хорошая женщина, это во-первых, очень гипотечная, и чувствуется, что человек знает и любит свое дело, человек знает, чем он должен заниматься, это самое главное. И то, что она говорила, это не было вот так вот, села, отбарабанила перед прессой и ушел. Нет, она именно нам объяснила всю структуру ваших реформ, и мы, в общем-то, поняли, что эти люди работают. А это самое главное, по-моему. Багдановка, Ахалкалаки, Ахалцихи, Буржоми, Батуми. Гости за пять дней успели увидеть и оценить жизнь, быт, социальные и политические реформы, происходящие в нашей стране. И, пожалуй, самым приятным открытием для ирванских журналистов стало посещение регистрационной службы МВД в Руставе. С собственными глазами журналисты увидели, как покупаются и оформляются автомашины в Грузии, а также как быстро и недорого сдать экзамен и получить права на вождение автомобиля. Не менее приятным для гостей из Армении было узнать, что экзамен можно сдать на родном для них армянском языке. Напоследок же армянских журналистов ждал самый неожиданный и дорогой подарок – именные номера автомобиля.